Всем привет! По просьбе наших подписчиков из Краснодарского края я сегодня буду готовить щи. Я сегодня показываю универсальный рецепт щей, потому что здесь присутствует как квашеная, так и свежая капуста. Помимо всего прочего бульон у меня говяжий, но я буду использовать еще второй вид мяса. Бекон, но то есть это не то чтобы мясо, не то чтобы сало, это некая производная, которая украсит наше блюдо. Итак, все очень просто. Режем картофель, соответственно, как я говорил ранее, картошка всегда должна быть разрезана таким образом, чтобы она быстро варилась, то есть небольшим кубиком. Картошки должно быть немного, поэтому не переусердствуйте. Я готовлю где-то примерно на три порции, поэтому у меня всего лишь одна картошка. Бульон я сварил заранее, я взял голяшку, залил ее холодной водой, бросил половину луковицы и один лавровый лист. Варил около часа, в середине варки лавровый лист выкинул. Лавровый лист очень сильно освежает бульон, поэтому даже в щи в процессе варки вы обязаны добавить лавровый лист. Мясо тоже нарезаем кубиком, отправляем сюда же, потому что это все будет вариться в один момент. Мясо лучше брать для супа голяшку, с голяшки получается самый вкусный бульон наваристый. Выкладываем все в кипящий бульон. Белокочанную капусту режем тонкой соломкой. Почему мы отправили вначале квашеную капусту, а свежую оставили на потом? Потому что квашеная капуста варится в два раза дольше, чем свежая. Свежую капусту рекомендую резать потоньше для того, чтобы она просто быстрее варилась. Несмотря на то, что у нас капуста квашеная, ну то есть она соленая, не забываем о том, что нам нужно обязательно посолить. Солим конечно же по вкусу и обязательно добавить перец. Теперь жарим бекон. Я разогрел сковороду гриль, бекон я взял варенокопченый, он вкуснее, он просто вкуснее, чем сырокопченый. Бекон жарится, а мы добавляем свежую капусту в щи. Обязательно помешать. Как только добавляете ингредиент со стола, сразу же увеличивайте температуру, потому что капуста холодная по отношению к бульону. Бульон сразу перестает кипеть, увеличиваем газ, бульон начинает интенсивнее работать, процессы ускоряются. Я рекомендую всегда брать, если вы варите из двух видов капусты, то берите два одинаковых объема. Опа, вот такие должны быть подпалены, потому что самый-самый-самый вкус. Щи у нас кипят, ничего страшного, если картофан немножко разварится. Главное, чтобы была готова квашеная капуста, она должна мягкой стать. Гарантия вкуса щи это хорошо сваренный бульон, поэтому когда варите бульон, не жалейте мяса. Чем больше мяса в бульоне, тем бульон будет более насыщенный. Как вы поняли, морковку в щи я не добавляю, они должны быть кислыми, а не сладкими. Морковка дает дополнительную сладость, тем более, что в квашеной капусте есть немножко натертой морковки, поэтому отдельно добавлять ее я не рекомендую. Так, бекон зажарился, перекладываем его на салфетку, раз, чтобы лишний жир стек. Бекон слегка подсохнет, его удобно будет потом резать и у него будет более интенсивный вкус. Снимаем с плиты. Щи это у нас старинное русское блюдо. У моего близкого друга Максима Сырникова даже есть такой мастер-класс 12 щей года, где он рассказывает в зависимости от сезонности, какие щи на Руси было принято кушать. Это очень интересный мастер-класс, но у меня конечно немножко такой видоизмененный рецепт щей, потому что главный вопрос от наших слушателей, подписчиков был такой, как сделать их вкусными. Вот смотрите, зеленый лук. Почему я не стал добавлять лук в сами щи сюда, репчатый или еще какой-то? Потому что в процессе варки репчатый лук начинает нивелировать вкусы, а без лука у нас варится получается чистый вкус двух капуст, потом ярко выраженный вкус говядины. мы ничем не перебиваем его. Так вот, когда мы делаем нарезку из зеленого лука, причем не стесняйтесь, его должно быть реально много, я здесь три перышка прямо изрезал, у меня получилась такая горка. Прям не стесняясь, сыпьте зеленый лук, потому что он сделает ваши щи вот теперь самыми вкусными из тех, которые вы когда-либо пробовали. Теперь мы берем бекон, режем его произвольно, как вам захочется. Можете вдоль, поперек кубиком, треугольничком или квадратиком. Нарезаем бекон, который у нас является собой как раз вкус свинины и многие же знают прекрасно, что щи вкуснее всего со свинины. Но мне не нравится со свининой, потому что у говядины во-первых ярче вкус, во-вторых свинина после варки становится немножко суховатой, поэтому нужно брать более жирные части, что так сказать ведет к нас совершенно в отдельную, вернее в противоположную сторону от диетологии. Обязательно все это сметаной. Шикарный аромат, это самые вкусные щи, которые когда-либо вы пробовали в своей жизни. Подписывайтесь на наш канал, а я приготовлю ваше настроение. Приятного аппетита!